Уважаемая госпожа председатель, благодарим вас лично и делегацию Великобритании за создав сегодняшнего заседания. Признательный спецпросланнику генерального ситаря господину Гриффитсу за всеобъемлющий доклад о предпринятых усилиях по сближению позиций участников Йеменского конфликта и планах по возобновлению переговорного процесса. Возлагаем на вас, господин Гриффитс, большие надежды в контексте выведения сторон на осознание бесперспективности и нежизнеспособности военного решения. Благодарим директора гуманитарных операций господина Гинга за брифинг, из которого ясно следует, что Йемен и его народ переживают глубокую гуманитарную катастрофу. Полностью поддерживаем инициативу спецпосланника по запуску межьеменских консультаций в Женеве в сентябре. Считаем ее весьма востребованной и открывающей уникальный шанс для прекращения кровопролитной войны. При этом важно, чтобы вблизи переговоров находились все ключевые игроки, помогая сторонам в поиске общих знаменателей. Исходим из того, что реализация этой инициативы будет способствовать сохранению спокойной обстановки вокруг Хадейты и отказ от наступательных действий. Все призваны проявить сдержанность и отказаться от ставки на силу. Согласны со спецпосланником, требуется деэскалация, создание мер доверия, включая освобождение пленных и задержанных. От себя добавим, требуется объединение усилий всех йеменцев для борьбы с терроризмом на Аравийском полуострове. Следует отметить, мы с самого начала военной операции акцентировали, что порт Хадейда, как и другие йеменские порты, должны функционировать стабильно, поскольку являются безальтернативным каналом устойчивого и непрерывного поступления в страну гуманитарных и коммерческих грузов. Сдержанность тем более необходима, поскольку две трети йеменского населения нуждаются в помощи. Гражданская инфраструктура в руинах, Йемену грозит новая эпидемия холеры. В этой связи считаем важным продолжать гумсодействие. Отмечаем мужественную работу в стране ооновских гуманитарщиков, а также вклад целого ряда государств-членов, включая ближайших соседей Йемена. Россия также оказывает помощь йеменскому народу как через Сану, так и через Адан. Но всем очевидно, усилий в гуманитарной сфере недостаточно для продвижения к завершению конфликта. Военные действия также не способны приблизить эту цель. Все согласны, что кризис в Йемене не имеет военного решения. Необходимо срочно переводить ситуацию в политическую плоскость. Ключевая роль в этом принадлежит спецпосланнику. Поддерживаем, господин Гриффитс, ваши усилия, в том числе проводя практическую работу со сторонами и настраивая их на плотное взаимодействие с ООН. Важно, что вы активно работаете непосредственно в Йемене, поддерживая диалог с основными йеменскими и региональными игроками. Считаем, что потенциал коллективного международного содействия усилием спецпосланника задействован далеко не полностью. На наш взгляд, остается востребованным создание дееспособного, сбалансированного и сфокусированного формата сопровождения усилий по линии ООН, который, и это главное, будет действовать на консолидированной основе. Хотели бы подчеркнуть, что налаживание политического процесса в Йемене стало бы важным вкладом в стабилизацию ситуации во всем субрегионе. Напоминаем о нашем предложении по запуску в Персидском заливе, а в перспективе на всем Ближнем Востоке процесса выработки пакета мер безопасности и доверия. Такая архитектура, в которой должны участвовать все ключевые страны региона, государство Персидского залива и Иран, будет способствовать не только укреплению всеобъемлющей и неделимой безопасности в этой части мира, но и разрешению застарелых и новых кризисных ситуаций, включая Йеменский конфликт. Угрозы и противостояния должны уступить место диалогу и взаимодействию. Нужно срочно, совместными усилиями оздоровить атмосферу, что, кстати говоря, станет главным вкладом в успех усилий господина Гриффитса. Россия продолжит в консультациях со всеми заинтересованными сторонами усилия, направленные на реализацию российской концепции безопасности и сотрудничества в Персидском заливе. Мы считаем ее актуальной и необходимой. В заключение призываем все стороны, вовлеченные в конфликт в Йемене, все стороны, воспользоваться шансом, который открывает предложение господина Гриффитса по организации в Женеве в начале сентября переговоров. Их успеху будет способствовать отказ от военных действий и настрой на политурегулирование. Приоритетом должна быть исключительно забота об интересах народа Йемена. Благодарю вас. 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 Продолжение следует...